Концерн «Тракторные заводы» получил государственную поддержку 80 миллионов рублей. Договор об этом сегодня подписали руководители предприятий, входящих в концерн, представители Министерства труда Чувашии и Чебоксарского центра занятости. Детали в рубрике «Вести экономика». Деньги перечислены в рамках республиканской программы по снижению напряженности на рынке труда. 60 миллионов рублей будут направлены на чебоксарские производства «Промтрактор», «Промтрактор Промлит», агрегатный завод, инжиниринговую компанию «Миконт» и завод модельной оснастки. Еще 20 миллионов получит канарский «Промтрактор Вагон». На самом деле помощь нам очень сильно нужна, в первую очередь для того, чтобы сохранить наш кадровый потенциал. На сегодня у нас персонал недозагружен очень существенно. Это провоцирует режимы неполной занятости, снижение оплаты труда, средней заработной платы, соответственно, и провоцирует отток персонала, в первую очередь с квалифицированным. Большая часть выделенных денег уйдет на то, чтобы обеспечить сотрудников предприятия работой, а значит, начать своевременно выплачивать им зарплату. Еще часть средств направят на дополнительное обучение персонала. Оставшиеся деньги планируют использовать для привлечения в компанию выпускников вузов и техникумов. «Более 100 выпускников мы будем трудоустраивать, а, конечно, это в основном рабочие специальности и инженеринговые специальности. В том числе есть у них заявки и на программистов, есть у них небольшие заявки и на экономистов. В основном это инженеринговые специальности и рабочие специальности». Так, согласно расчетам, программа по снижению напряженности на рынке труда должна помочь 2000 работников концерна. Исключительно высокий уровень надежности РАЭКС «Эксперт РА» подтвердил рейтинг агентства по поддержке малого бизнеса Чувашии на уровне А++. Прогноз стабильный. Это значит, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе будет сохранен такой же рейтинг. Напомним, что АПМБ создана Минэкономразвитие Чувашии. Главная задача агентства – помочь в развитии малым и средним предпринимателям нашего региона. Некоммерческая организация начала свою работу в июне 2009 года. За это время поддержку получили 1918 предпринимателей. 25 миллионов на возмещение затрат Министерство экономического развития Чувашии готово оказать поддержку малым и средним предпринимателям республики, которые покупают оборудование в лизинг. Пакет документов на конкурс можно сдавать в многофункциональном центре. Среди приоритетных направлений для поддержки – обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, оказание услуг. Здесь не включаются транспортные средства, здесь возмещается только оборудование, станки, агрегаты, спецтехника. Максимальная сумма субсидий, которую может получить одно предприятие – 15 миллионов рублей. Государство возвращает 50% от суммы авансового платежа под договору лизинга. Прием документов от предпринимателей завершится 17 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова